всем доброго времени суток мои дорогие любимые и приятные зрители с вами юранка и сегодняшнего дня вы будете видеть меня в измененном виде нет не смене физического облика а в смене духовного и совсем другого нового юрия дело в том что на протяжении нескольких лет я вам рассказывал о своих психических заболеваниях о которых свидетельствует плейлист мои заболевания мое здоровье и там где я рассказывал о том как я болел шизофрении о том какие были у меня проблемы о том как я себя чувствовал и вот на протяжении ну буквально недавнего времени я вам расскажу что все таки со мной происходило я попав неприятную ситуацию связавшись с мошенниками которые вынудили меня взять денежные средства это все просто вместе немного взаимосвязано поэтому немного некая предыстория я хочу сказать и сказать вам кое-что что сегодня речь будет идти об иисусе христе если вы не хотите слушать ничего об этом и если вы атеист но вам интересно послушать и мне удастся убедить вас встать на путь истинный то милости прошу прослушать мою данную сегодняшний можно сказать мой сегодняшний монолог по поводу всего этого как вы знаете я вам рассказывал о том что у меня стоял диагноз псевдоневротическая хроническая шизофрения для того чтобы вы понимали я тоже человек который разбирался в медицине который изучал медицину и прекрасно понимал осознавал что шизофрения она до конца не изучена людьми и любое заболевание больница психиатрические больницы по-другому так и называются больницы для душевнобольных к сожалению то чего не транслируют за исключением крайне редких случаев иногда транслируют и показывают по телевидению я не знаю по какой причине этого не делают видимо может быть это не выгодно людям потому что так как тоже так же как и любые другие больницы если люди начнутся лечиться психически больные люди начнут лечиться через веру то они вместо того чтобы например обращаться психиатрическую больницу с чего естественно там государства с пациентов имеет деньги естественно с пациентов также имеет деньги психиатры которые их лечат но сказать вам точно до конца что от чего и как происходит никто не сможет особенно при психических заболеваниях потому что когда я посещал психиатра я даже сейчас чихнул даже смотри сейчас еще раз чихну если получится потому что потому что даже сам бог не дает соврать что я говорю истину потому что потому что когда у меня была шизофрении в том числе никто из врачей из психиатров как это все происходит почему это происходит определенное отклонение никто не может точно никакого дать ответа потому что шизофрении до конца не излечено и любое душевное заболевание человека это связь с бесами я вам объясню хотя бы связь между ситуацией так называемый заболеванием белая горячка когда человек в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии алкоголизма это то что связано с медициной вы можете прочитать описание просто абсолютно спокойно на сайте где-нибудь там на википедии или просто в описании что такое белая горячка если говорить на духовном уровне это и лично с моего понимания то как я понял что это такое что это из себя представляет белая горячка это состояние человека с возможностью пониженного сопротивления всего происходящего вокруг него с возможностью восприятия окружающего мира в более обостренной форме то есть человек который находится в состоянии белой горячки или в состоянии алкогольного опьянения когда у него появляются различные видения или появляются различные голоса в голове это доказывает что человек менее способен оказывать сопротивление каким-то потусторонним силам и следовательно так называемые галлюцинации которые это просто является как симптомом там предшизофрении или там расстройством личности возможным или как еще называется ОКР абиссивно-компульсивное расстройство депрессивное расстройство то есть при огромном количестве схожих каких-то диагнозов у человека ему могут просто-напросто поставить даже неизвестно какой диагноз и непонятно на основании чего вот например когда я рассказывал о том что я хотел но я избавился от этих мыслей поверьте мне на слово я больше не хочу менять фамилию имя отчество я хочу быть тем кто я есть на самом деле тем кем родили меня и воспитали мои родители я хочу быть человеком я не хочу более делать татуировку на своем лице я не хочу распивать спиртные напитки я даже бросил курить я вам расскажу каким образом одно дело когда человек хочет но не может ему не хватает силы воли ему просто стоит обратиться к Господу и принять Иисуса Христа как своего спасителя и когда ты действительно начнешь веровать в Иисуса Христа начнешь молиться и каяться и я вам не говорю сейчас про церковь потому что православие и христианизм есть некие такие разницы между этими понятиями чтобы вы понимали больше у всех своя вера веровать человек любой абсолютно имеет в кого он хочет я верую в Иисуса Христа как спасителя своего верую в Бога верую в Иисуса Христа и верую самое главное священное Писание это Библия всю информацию для всех тех кто хочет стать на путь истинный я расскажу в самом конце данного видеоролика а сейчас я вам немного расскажу о себе та ситуация которая действительно не вымышленная то что произошло со мной по этому поводу я записывал несколько роликов по поводу разбирательств с данными мошенниками которые всячески продолжали говорить на меня что у меня никто не вымогал денежных средств я собственно ручно скажем так взял микрозайм что мне просто дали так сказать совет когда один человек тот с которым связаться уже невозможно по якобы неизвестным причинам у данной девушки случились проблемы с сердцем что дальше она больше работать не будет что странно как она говорила что она работала шесть лет в этой организации на самом деле организации той в которой все это происходило ее не существовало шести лет она существовала приблизительно с конца 2018 с конца я прошу прошу прощения с конца августа 2018 года существовала данная организация то есть им нет даже и года о чем она говорила что якобы она шесть лет работает в данной организации и так далее и тому подобное человеку в 30 лет стало плохо со мной связался другой трейдер который также помогал мне денежные средства это вы можете найти запись знакомства с Максимом Зель 3w7p24.com у меня на сайте предупреждаю вас о том что все ролики выпущенные до сегодняшнего момента опубликованные именно до 7 марта 2019 года могут содержать ненормативную лексику а некоторые ролики связанные с прохождением игр могут содержать и вовсе огромное количество ненормативной лексики я за все это покаялся и более того подобных деяний более не совершаю мы поговорим с вами о том как бог помог мне бросить курить начнем немного ранее с 2018 года приблизительно ноября месяца после того как я понял что мне одному тяжело и одиноко я решил попытаться восстановить свои отношения с бывшей девушкой я ни в коем случае ни в чем я не виню не обвиняю и не осуждаю я хотел с ней примириться я хотел с ней помириться и была неприятная ситуация что скажем так путем некого шантажа с с моей стороны я попытался воздействовать на нее что мне не удалось то есть она приехала поиграть в компьютер вместо того чтобы ну хотя бы хоть сколько-то пообщаться со мной мне было это неприятно я уже говорил у меня была передозировка таблеток и собственно я пригрозил пистолетом не в ее адрес а в свой то есть я просто достал пневматический пистолет выстрелил хотел выстрелить в пол но показалось так что я попал себе в палец об этой ситуации я уже ранее рассказывал я просто повторяюсь для того чтобы вас наставить на то что какие выводы я сделал о том что происходило и о том что это вообще в принципе такое что как я пришел к тому кем я хочу стать сейчас как я встал на путь исправления и как мне стало лучше и я действительно считаю что я практически до самого конца исцелился от хронической неврозоподобной или еще псевдоневротической хронической шизофрении которую мне поставили как хронической и сказали скорее всего что до конца жизни она не излечится но я чувствую себя намного лучше в разы лучше и после того как я уверовал в Иисуса Христа мне стало намного легче более того я даже стал нормально есть после того как перестал принимать препараты а когда я начинаю принимать психотропные препараты мне становится только плохо абсолютно от любых у меня до сих пор на моей полке лежит просто неведомое количество пачек и упаковок с психотропными препаратами но ни одни из них мне не помогают единственная проблема которая у меня сейчас осталась это невозможность нормально спать то есть бессонница я надеюсь что в какой-то промежуток времени я все-таки от нее избавлюсь произошла ситуация я будучи одержимым под воздействием бесовских сил не осознавая того что я творю пытаясь вернуть девушку произвел передозировку таблеток она когда увидела собственно что я жую эти таблетки что я их все именно проглотил и перед ней бросил пять блистеров в каждом из них по 10 таблеток то есть это 50 таблеток максимально суточная доза допустимая для данного препарата который я принимал это было 10 таблеток 1 миллиграмм 1 миллиграмм таблетка малю снижающаяся просто ну и на сколько есть маленькая таблеточка малюсеньким размером 50 вместо максимальной суточной дозировки 10 я принял тогда она стала ускорять свой ход я начал ее умолять чтобы она не уходила чтобы она осталась со мной она сказала я рекомендую тебе проблеваться и все она спросила какие побочные действия какие побочные эффекты возможно я сказал кома остановка сердца остановка дыхания препарат действительно очень сильный он только по рецепту строго выдается человеку из аптеки об этом препарате я уже ранее рассказывал думаю не имеет смысла о нем говорить после того как она ушла за калитку как я уже рассказывал ранее я выстрелил себе в висок после этого когда я понял что я не могу совладать с собой когда я страдал несколько дней подряд я попросил вызвать психиатрическую помощь меня забрали психиатрию психиатрическую больницу я не буду пояснять что там происходит но я настоятельно не рекомендую никогда никому там не оказываться это очень неприятное место хоть с какой-то стороны может показаться что там весело те люди которые там работают и веселятся над происходящим над тем что они видят они сами совершают смертельный грех потому что смеяться над душевно больными людьми это грешно и я сам также к сожалению находясь там себя вел то есть это некое сборище поддержимых бесами помещения и и даже врачи они они можно сказать что руководящие всеми этими бесовскими предприятиями но это даже не предприятиями а скажем так этими госучреждениями я не хочу никого никак оскорбить или унизить потому что я считаю что значение слова бес я произношу именно по библии а именно сборище огромного количества бесов находится именно психиатрических больницах и самое наибольшее количество и самое наибольшее скопление просто бесовских сил все что есть просто во все возможное как вы знаете я не не пишу текстов поэтому я сейчас вам рассказываю все biz свои головы там я встретил человека к которому он пытался помогать со связью И он в благодарность этому мне пообещал сделать татуировку, которую я хотел сделать, теперь же я от нее отказался, я не собираюсь этого делать, я не собираюсь нарушать законы Божьего, сказанного по Библии, не наноси на себе никаких писем и так далее, тому подобное, рисунков и так далее. Все это в Библии сказано, я, к сожалению, не могу процитировать вам, конкретно какой стих это в Библии имеется, но я попытаюсь сейчас, я попытаюсь найти, если мне удастся, в приложении Библия, я попытаюсь вам сейчас. Нет, я не могу найти, к сожалению, но вы можете, кому интересно эту информацию найти в интернете по Библии, какой это стих, вы можете мне написать, где сказано, какая это книга и какой стих. Я решил от подобного действия отказаться, хотя очень хотел, но и понимал, насколько мне становится плохо, все хуже и хуже я себя начинал чувствовать. И на самом деле в психиатрической больнице я чувствовал себя, честно признаюсь, хорошо, что весьма странно. Видимо, в нахождении вместе с бесами, которые просто полностью овладевают твоим сознанием, они не дают возможности тебе даже никак нормально помолиться Богу, дабы ты об этом просто забывал, делая все возможное. Что их там огромное просто скопление, отбирая телефоны у всех наподряд, хоть это положено по правилам, где там человек может быть, там может читать какую-то там что-то, книгу там, я не знаю, ну или просто я не знаю, какая была бы реакция, если бы, например, Библию мне привезли бы родители, когда они меня навещали, и как бы могли бы отреагировать на это другие люди. Естественно, возможно, именно санитары рассмеялись бы. Я даже бы не сомневался в том, что это, возможно, было бы именно так. Но все-таки оттуда меня выписали через месяц. Я не отходил от своих мыслей приблизительно два месяца. Я не принимал таблетки, я это говорю чисто откровенно, потому что мне становилось от них плохо после того, как я приехал в психиатрической больнице. Я перестал принимать психотропные препараты, а именно тот самый флоксетин, который мне назначили, и квинтиакс 200 мг, одна таблетка утром и одна на ночь. Я стал чувствовать себя лучше, но не до конца. В некоторые моменты, когда я принимал флоксетин, у меня появлялся аппетит, но появлялась тошнота. То есть есть все равно было не особо приятно. Но когда у тебя просто нет аппетита и нет тошноты, то пищу принимать как-то все равно поприятнее, как бы то ни было. Я мучился. Я обо всем этом сообщил своему, можно сказать, наставнику, пастырю, который наставил меня на путь истинный. Изначально тот поток информации, который приходил от него, я не хотел с ним соглашаться. Я не хотел соглашаться с тем, что мне придется жить по закону Божьим, о том, что мне придется отказаться от всего, чем я занимаюсь. То, что мне придется отказаться, ибо если я хочу жить во славе Христа, мне придется отказаться от всех моих согрешений. Список основных согрешений людей – это первые десять заповедей, которые человек должен соблюсти. И если человек, самые главные первые две заповеди, которые он должен установить, поставить для себя – это «Я, Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим», что сказано в Библии. И вторая главная заповедь – это основные заповеди, на которых строятся все другие заповеди. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, Бог, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящих милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои. Третья заповедь – не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Заповедь четвертая. Помни день субботний, чтобы осветить его, шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота – Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Пятая заповедь, которую я нарушал на протяжении очень долгого времени. На протяжении нескольких лет, практически, наверное, не и целого десятка лет. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлить дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Шестая заповедь – не убивай. Седьмая – не прелюбодействуй. Восьмая – не кради. Девятое – не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, то есть не лги. То, чье деяние основное – это деяние сатаны. Именно лгать. Лже свидетельствовать, врать. Как это было в Библии. Сейчас я вам процитирую, постараюсь процитировать отрывок. И десятое – не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. И немного цитаты из книги «Бытия». Это самое начало Библии, Ветхий Завет. Если мне удастся здесь через открытие. Сейчас я попытаюсь найти тогда, и через минуту мы с тобой продолжим. Итак, слушаем. Библия, Бытие, глава третья, стих первый. Название главы третьей «Искушение Евы. Пробуждение сомнения». Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змее жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змее жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Падение. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Субботний покой нарушен, начало нового творения. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлада дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему, где ты? И сказал, голос твой, я услышал в раю и убоялся. Прошу прощения. Он сказал, голос твой, я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты дерево, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что это ты сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Второй завет Бога с человеком обещан спаситель. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклятый пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой, и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу. Жене сказал, умножай, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, а проклята земля за тебя. За скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Эта часть, 3 глава, Библия, книга Бытия, 3 глава и стихи с 1 по 24. Что хотел я сказать всем этим, что змея-искуситель может представляться вам кем угодно. Не важно, в какой одежде он может прийти, но знайте, что в любом случае он будет отрицать заповеди Божьи, он будет отрицать написание Божье, а именно написание Библии. То есть, если вдруг ты хочешь совершить какой-то грех, например, что-то украсть, или кого-то обмануть, что, собственно, и является лжесвидетельством, то есть сокращенно лжец, то есть обманчик. Это основные проявления сатаны, деяния сатаны. И когда вам что-то будут говорить, что живи как хочешь, никого не слушай, живи как тебе нравится, ты имеешь на это полное право, это всё ложь. Это всё ложь, это всё чушь, и это всё бесовские познания. Не истинные, не Иисусовое познание, не блаженное писание, не священное писание Библии. Когда вам кто-то говорит, живи как хочешь, а если вам кто-то скажет, прими Иисуса Христа своего как Спасителя и живи по заповедям Божьим, вот этот человек говорит истину, а не ложь. Это небольшой отрывок из всего, что происходило. И в дальнейшем, после того, как я приехал из психиатрической больницы, в психиатрической больнице, я также познакомился с одним из, скажем так, людей, который обещал мне приблизительно в конце февраля переезд, в конце февраля именно этого года, к некой его знакомой. И я не буду говорить о том, чем она занималась, но, в общем, это уже, ну, по тому отрасу, который мне сказал, это не девушка, это, получается, женщина, которая погрязшая просто в гряде, в грехе блуда, очень погрязшая в этом грехе. И он перестал со мной связываться, он перестал мне звонить, он перестал сам лично брать трубку. Видимо, знаете, я вот задумался над тем, что раз не вернулась ко мне бывшая девушка, значит, следовательно, так велено Богу, потому что, что Бог не делает, все к лучшему, для того, чтобы человеку было лучше. То есть, если я, когда курил и чувствовал позывы просто рвоты, чем сильнее я вдыхал дым, я не мог его вдыхать. То есть, понимаешь, я просто беру сигарету, грубо говоря, я ее просто закуриваю, набираю этот отравленный воздух, никотин, я просто набираю его в рот, вот именно в ротовой полости, не далее, не вдыхая его дальше, и просто выдуваю, все. Если я его начинаю вдыхать, я начинаю дико задыхаться, и меня начинает тошнить. Это было даже тогда, когда я не бросил курить. Когда я курил в больнице, после того, как я вернулся из больницы домой, у меня начались подобные проявления. Очень-очень неприятные, после чего я просто бросил курить. когда я обратился за помощью, можно сказать, к проповеднику своему. Его зовут Андрей, с которым я был знаком еще со школы. И я был у них в гостях, и я хочу сказать, что это действительно самая настоящая христианская семья, где чувствуется уют, где чувствуется благодать Божия, где чувствуется присутствие самого Господа Бога, где чувствуется присутствие самого Иисуса Христа в их жилища, где нет никаких ссор, где все друг друга любят, боготворят и обожают. Вот она, настоящая христианская семья. Вот она, настоящее счастье. И самые основные грехи, которые я хотел бы назвать, именно связанные с нынешним поколением, даже начиная с самого детства, во-первых, сейчас я буду немного говорить против самого себя, но вот именно почему, собственно, люди, наверное, задались вопросами, возможно, они уже довольно долгое время не видели роликов о компьютерных играх на моем канале, по причине того, что, во-первых, сейчас я более конкретно уточняю вопрос по поводу, грешно ли играть в компьютерные игры, грешен азарт, который может проявляться во время игры в компьютерные игры. Самым главным грехом, именно начинающим с детства у детей, начинается это именно, самое основное, это сквернословие. Это мат, нецензурная лексика, которая присутствовала у меня в роликах, когда я тоже так же матерился, очень много, очень сильно матерился, в доказательство тому, каким я был и как я рассуждаю сейчас, я думаю, вы можете просто посвидетельствовать, посмотрев мои предыдущие ролики и как я рассуждаю сейчас, ныне. Я хочу вам сказать, что я стал избавляться от подобных грехов, и также основным грехом является не только сквернословие, алкоголизм, курение, это все относится к разделам наркомании, также в том числе и игромании, когда человек целыми днями напролет только и делает, что играет в компьютер и больше ничего. Если вы думаете, что я целыми днями напролет только и делаю, что играю в компьютер, то вы очень сильно заблуждаетесь. Во-первых, я искал всю большую часть времени, чем я занимался, я искал огромное количество массы, просто количество информации о мошенниках, с которыми я связался, и о составлении, написании заявления в полицию. Большую часть времени я трачу на проповеди, которые я также сейчас изучаю и смотрю на на ютубе. Большую часть времени я, возможно, сидел за компьютером, но я слушал музыку, и также у меня, я не знаю, как меломания, ну, вряд ли меломанию можно отнести, то есть к тому, что человеку нравится слушать музыку, отнести к какому-то греху, вот именно по поводу музыки, по поводу музыки хард-рока, рока, металла, и музыки с ненормативной лексикой, это грех слушать такую музыку, это я уже, я уверен в этом на 100%, потому, что слушая эту музыку, скажем так, вы просто славите дьявола, да, это вот эта, эта фраза моя сказана из одного из видеороликов, над которым я раньше также смеялся, где женщина в платке рассказывала о том, что она была и в раю, и в аду, и люди, которые сейчас надо мной, возможно, смеются, знаете, я хочу вам сказать, что бог вам судья, и я считаю, что я говорю все, как подобает, все, как подобает Библии, все, как подобает Священописанию, и я вам рассказываю ту историю, благодаря которой я смог избавиться от шизофрении, или, по крайней мере, облегчить свои симптомы, и чувствовать я себя стал благодаря этому намного, и намного лучше, в разы лучше. Шизофрения ставится в основном человеку при отклонении его мышления. Первые составленные, это не рапорты, это, я не знаю, записи психологов, психиатрической больницы, когда я все-таки ложился в больницу на то, чтобы мне поставили мой правильный диагноз, когда мне поставили этот диагноз, я рассказывал о своей ненависти к людям, о том, как надо мной издевались в школе, как надо мной глумились, и я страдал, я очень сильно страдал, и когда я был еще в школе, вместе с бабушкой я ходил в церковь, я молился Богу, но, видимо, я делал это не от души, видимо, я делал что-то неправильно, потому что моя проблема, которая развилась далее, начиная с пятого класса и по сей момент, это приблизительно около 12 лет я страдаю социофобией. Социофобия проявлялась у меня таким образом, что при надобности куда-либо поехать, у меня происходило расстройство кишечника во время пути, то есть, у меня появлялся риски пазы в туалет, и в зависимости от съеденного, соответственно, происходила реакция моего организма. Если съеденное было не фруктом, не чем-то то, что слабит желудок, я мог еще вытерпеть, у меня получалось терпеть, скажем так, большую часть времени. Если же это был фрукт, то там приходилось ускорять шаг до комнаты, скажем так, до туалетной комнаты, до туалета, до унитаза приходилось очень сильно ускорять шаг. Все это вместе под всеми этими словами по поводу того, что у меня ненависть к обществу, ненависть к людям была, сейчас она ныне пропала, я постарался простить всех в своей душе, простить и отпустить, и стараться не видеться больше, и не связываться с теми людьми, которые мне причинили довольно значительную и сильную боль. Хоть если они ко мне сейчас обратятся, то я думаю, что я вряд ли буду держать на них злобу, ибо поможет мне Господь, чтобы я очистил свою душу и простил всех, кто причинил мне боль. Потому что они не ведали, что творят, они не понимали, просто, видимо, и не осознавали всей возможной сути проблемы. И, к сожалению, так как я не популярный блогер, у меня не огромное количество подписчиков, чтобы я мог на всю страну просто сказать, и не только на всю страну, а и на другие государства, что нужно веровать в Господа Бога, нужно соблюдать правила для того, чтобы попасть в рай, а не в ад. Ибо будет суд, судный день, это второе пришествие Господа Бога на землю, когда совершится великий суд над всеми. И все, кто грешили и не приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, просто пойдут в ад. Те, кто не принимали Иисуса Христа, а были атеистами, в принципе, Иисус Христос даже, скорее всего, в их сторону просто и не посмотрит. Они просто отправятся в ад. Сразу же. Мимолетно и моментально. те, кто приняли Иисуса Христа своего как Спасителя и каялись в грехах своих и жили жизнь праведно, то, возможно, Господь вас помилует. И вы попадете в рай. И наступит жизнь вечная. И будет жизнь вечная. Но, к сожалению, большая часть информации, которая находится, она не публикуется для людей, не призывая людей к истинной вере, не говоря о том, что людям необходимо делать, о том, что людям нужно поверить в Иисуса Христа для того, чтобы нужно становиться... У нас... Я понимаю, что у нас многонациональная страна, где различные религии, но как бы то ни было, были ситуации, когда кому-то, возможно, из вас, да, возможно, всем, скорее всего, известна ситуация с Мэдисоном, который когда-то, давным-давно, буквально, там, когда это было-то, лет шесть назад, когда он неудачно пошутил, скажем так, про Коран, все сразу же начали против него ополчаться для того, чтобы его убить, но я хочу вам сказать, что, насколько мне известна информация, хоть я и не читал Коран, то там сказано, что Аллах никогда не признает убийство за веру, потому что человека за его веру будет судить лишь сам Бог, и только он имеет на это полное право. Никто не имеет права судить человека за веру, даже если он поиздевался над верой, то он просто богохульник. Он богохульник, который поиздевался над Богом, но у Бога имеется информация абсолютно на каждого человека, и лжет он, или не лжет, или говорит он правду, это все есть, и покаялся ли он в своих грехах, или нет. Это все тоже есть. Так как этот ролик уже длится приблизительно 46 минут, я очень надеюсь, что вы все-таки его полностью просмотрели, я считаю, что всю информацию, которую я вам предоставил, я предоставил вам так, как хотел. Это мой первый ролик по поводу рассказа о том, как я даже обращал внимание в тот момент, когда я молился, и когда я веровал в Иисуса Христа, я чувствовал себя лучше. В тот момент, когда я вообще решился просто невзначально на некоторый момент увлечься демнологией, я почувствовал себя намного хуже после прочтения этого, мне сразу захотелось спать, и когда я начинал засыпать, я думаю, ты знаешь, у любого человека есть чувство отрыжки, вот то, что, скорее всего, вы заметили, кто говорит, как ты можешь говорить по поводу того, что нельзя наносить себе письмена на тот момент, когда я осуществлял и делал данную татуировку на руке, я теперь об этом жалею, и я покаялся перед Господом Богом за осуществленное и за содеянное, и делать татуировку на лице я более не собираюсь. Ни в коем случае, никоим образом. Поэтому вся сегодняшняя, нынешняя вами услышана информация не только татуировки, но и пирсинги, также, в том числе, это все против Господа. У меня нет ни единого пирсинга. Я это поснимал уже довольно давно. Хоть и мне хотелось с этим ходить, но дабы заниматься той деятельностью, скажем так, охранной деятельностью, следить за правопорядком, мне пришлось это снять. Потому что мне просто порекомендовали выглядеть, как подобает. заместитель начальника полиции. А теперь по поводу того, к чему я хотел бы прийти в конце. Есть вот такая вот прекрасная благая весть. уверены ли вы, что вы будете с Богом на небесах? Я немного вам зачитаю. Если бы Бог спросил вас, почему я должен впустить тебя в мое небесное царство? Что бы вы ответили? Если вы не уверены или колеблетесь, как ответить на этот вопрос, этот буклет рассказывает о самой замечательной новости, которую вы когда-либо слышали. Несколько минут, которые вы потратите на течение последующих страниц могут оказаться самым значительным временем из всего проведенного за всю вашу жизнь. Знаете ли вы, что Библия говорит, каким образом вы можете обрести уверенность, что вы имеете жизнь вечную и будете с Богом на небесах? Сие написал я вам, дабы вы знали, что вы имеете жизнь вечную. Первое от Иоанна 5.13 Вот как вы сможете обрести уверенность. Небеса, вечная жизнь, это безвозмездный Божий дар. Библия говорит, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 6.23b Поскольку небеса такой же дар, как и любой другой, он не зарабатывается и не заслуживается. Так что ни ваши личные усилия, ни добрые дела или религиозные обряды не смогут обеспечить вам место на небесах. Ибо благодатью вы спасены через веру и сия не от вас Божий дар, не одел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2.8.9 Дабы вы понимали, те люди, которые думают, и даже мои знакомые, даже та самая моя бабушка, которая утверждает, а вот именно это вот именно то самое ранение, которое я получил, когда я напился водки в случае с тем, что связался с мошенниками и не знал, что мне делать дальше, потому что обманули меня на 20 тысяч рублей, поскольку я не работаю, я практически не зарабатываю таких денег по причине того, что мне там пришлось взять микрозаймы, теперь еще будут разборки с микрозаймом, потому что они сменили организацию. Там на основании законодательства я им просто не должен возвращать, скажем так, денежные средства. там есть законодательные акты, я не буду сейчас о них говорить, потому что у нас другая тема, это, собственно, то самое ранение, которое я получил, когда я выпил водки, скажем так, мне необходимо было в ванную комнату по причине того, что по причине нужды и опорожнения своего мочевого пузыря я очень сильно шатался, у меня было головокружение, я просто упал с лестницы. Я ударился очень сильно, я ударился здесь рукой, я ударился вот здесь рукой, далее я ударился, у меня болело плечо, у меня до сих пор болит левое плечо, у меня болит левое бедро, остались синяки, небольшие, боль сильная, а синяков практически нет, это очень интересно вообще. И болит правая ягодица. Это изначально, когда я упал, я не почувствовал практически никакой боли, мне было нормально. А потом второй раз, когда я поднимался по лестнице в свою комнату, я поднимался на четвереньках, дабы не свалиться с лестницы еще раз. Потом, когда я более-менее протрезвел через 3 часа, я спустился вновь в ванную комнату по нужде, и еще раз упал, и ударился, я уже не помню, чем я ударился, но я ударился еще об обогреватель. Стукнулся так хорошенько, но не головой, как видите, на голове повреждений нет. И прошу прощения, что отвлекся, просто хотел рассказать. И в тот момент мне приснился сон. Я просил своих родителей, я просил маму, чтобы в состоянии алкогольного пьянения, когда я был в очень сильном состоянии алкогольного пьянения, я просил ее связаться с моей бывшей девушкой, попросить, чтобы она ко мне приехала, чтобы она ей там все объяснила, что неплохо и так далее без нее. В итоге потом я связался с моим наставником Андреем. Он мне объяснил, говорит, ничего не делал, говорит, просто ляг, поспи, проспись, и завтра мы с тобой созвонимся. Все, что он мне сказал. И ночью мне приснилась моя бывшая девушка, что мы с ней находились в той старой квартире, в которой мы раньше жили тогда, когда я переезжал. Можете посмотреть сифон-фильтр второй, и там вот на заднем фоне у меня там была квартира старая, в которой мы с ней вместе там проживали. И она мне приснилась, что она играла в телефон в какой-то... То ли в телефон, то ли во что-то в руках, в общем, наиграла, она не обращала на меня внимания, а я был наг полностью, и просто звал ее к себе. После этого я проснулся. Все, больше ничего не было. Я прошу прощения за такое отвлечение, просто я пытаюсь вам понимать, я пытаюсь вам предоставить личную информацию о себе, для того, чтобы вы понимали, что я вам не лгу, и что я вам не вру, потому что я открыт перед вами. Я абсолютно открыто с вами разговариваю, в том числе, что мне было необходимо совершить. Я удалил абсолютно всю папку с фильмами ужасов, я удалил всю папку с порнографии, которая у меня имелась на компьютере, это полтерабайта, это 500 гигабайтов памяти, просто порнографического контента, который мне пришлось удалить. Я продолжаю подчищение компьютера от всякого мусора. Итак, то, на чем я остановился, прошу меня простить, пожалуйста. И небеса, вечная жизнь, это безвозмездный Божий дар. И поскольку небеса такой же дар, как и любой другой, он не зарабатывается и не заслуживается, как бабушка мне и как другие православные люди, православие от христианства отличается немного. И я вам, когда более подробно сам об этом узнаю, когда я еще больше погружусь в веру именно об Иисусе Христе, о Библии, мы с вами поймем, в чем же все-таки разница заключается между христианином и православным человеком. Это две разные вещи. Две разные вещи. Запомните это. Они, может быть, и схожи, но у них есть разногласия и есть разница. Это то, что вам необходимо знать. Что бы вы мне ни утверждали, я не хочу вас отрекать от той веры, к которой вы верите, но просто у меня другие убеждения. У меня праведные убеждения именно на основании Библии. Он не зарабатывается и не заслуживается, так что ни ваши личные усилия, ни добрые дела, ни религиозные обляда не смогут обеспечить вам место в небесах, ибо благодатью вы спасены. Через веру и сие не от вас божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть, все Библии предусмотрено тем, что если человек совершает один столько-то добрых дел, другой человек совершает столько-то добрых дел, а потом эти люди начинают говорить, да я вот столько-то добрых дел совершил, а ты вот меньше меня добрых дел совершил, это значит, что ты не достоин попасть в рай, а я доля достоин Господа Бога. И на происходящей почте у людей происходит конфликт, они начинают ссориться, и следовательно тому нам и есть данное послание. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Не от дел ваших на земле вы попадете в рай. Не от ваших добрых дел, которые вы там будете совершать, если вы там какой-то миллиардер, и будете миллионы вкладывать там. Нет, это, конечно, хорошо. Я не отрицаю помогать больным детям, помогать каким-то приютам, что-то там построить, что-то создать, и так далее, и тому подобное. Да, но это не заслуживается именно ваше попадание на небеса просто простыми обычными добрыми делами. То есть как бы вы себя там не вели, какой бы образ жизни вы не вели, и делая только добрые дела, вы не попадете в рай. Почему никто не в состоянии заслужить дорогу на небеса? Потому что человек является грешником, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3.23 Грех является нарушением закона Божьего, включая такие пороки, как ложь, похоть, обман, неверность, злобу, дурные намерения и так далее. И обращаю ваше внимание, что не только совершив грех, не только совершив грех, вы нарушаете закон Божий, но и даже подумав в своих мыслях что-то не такое, что-то неправильное. Вы уже совершаете грех, например, если вы посмотрели на красивую девушку, прошли мимо нее. Я почему сейчас стал стараться? Во-первых, почему я сам открываю свою личность на улицах? Ну, по причине того, чтобы люди потом не начали поиски меня, скажем так, чтобы потом в случае того, что я слежу за правопорядком, никакой негативной реакции не было, если вдруг меня на улице потом кто-то встретит из правонарушителей. И скрываю свое лицо, в том числе я, конечно, понимаю, что я там не Алан Делон, не какой-то суперкрасавец, не суперзвезда и так далее, подобное. Не знаю, не суперкрасивый, может быть, не суперидеальный, но чтобы люди... на меня, конечно, обращали больше внимания, на чтобы они не видели моего лица. Я не хочу, чтобы люди видели моего лица. Я просто скрываюсь. На основании закона я имею на это полное право, как по закону Божьему, так и по закону... земному. Я имею право ходить в том виде, в котором я хожу, я имею право ходить как по закону Божьему, так и по закону... земному. По законодательству нашей Российской Федерации. То есть, если вдруг вы посмотрели на красивую девушку с вожделением, это уже считается грехом. И за это уже нужно каяться. То есть, если вы посмотрели, проходит красивая девушка, особенности, если вы там начали разглядывать ее фигуру, посмотрели там, грубо говоря, на ее не лицо, а то, что ниже лица, грубо говоря, это... молочные железы, ну, проще говоря, грудь там, и там ягодичные мышцы. Все! Это уже грех. Это уже считается грехом. Потому что вы посмотрели на девушку с вожделением. Поэтому я стараюсь особо внимания на людей не обращать. То есть, я прохожу, я оглядываюсь как-то вот так вот стороной, дабы, чтобы просто проследить за тем, что кто-то совершает какие-то противоправные действия или не совершает. Кто-то там что-то кого-то... Там кто-то на кого-то напал и кто-то там зовет о помощи или что-то прочее подобное. Просто прохожу вот так вот взглядом мимо всех и все, и иду своей дорогой прямо. Обращаю внимание, что люди, да, оборачиваются, я вижу боковым взглядом реакции людей, но я все равно практически не оборачиваюсь в их сторону, особенно если это девушки. У меня нет отвращения к девушкам, но я не хочу, чтобы в моей голове порождалось вожделение и происходила похоть. Поэтому я стараюсь сейчас в последнее время не делать комплименты никому, это в плане девушек. Я придерживаюсь традиционной, скажем так, сексуальной ориентации, но постольку, поскольку отношения вне брака, а именно это даже обыкновенные поцелуи и уже, грубо говоря, разврат на перевод греческий означается порнос или же еще это можно назвать как ну, грубо говоря, секс взаимно, скажем так, удовлетворение вне брака это блуд. Даже с любимым человеком, даже если это девушка, с которой вы простречались полгода, год-два, до того момента, пока вы не расписались с ней вместе, до того момента, пока вы по поводу помолвления не могу ничего сказать, могу сказать точно, что по поводу того, пока вы не заключили брак с этой девушкой, как сказано в Библии, это значение слова познавания, познавания, познания, познания девушки, именно познания вашей жены запрещено. Если вы расписаны, это не грех. Уже. И это уже называется не секс, а занятие любовью. Без различных каких-то БДСМных я не знаю, вот приспособлений, при помощи, там, я не знаю, там, придуши меня, там, или ударь посильнее, и все прочее, это все от нечисти. Это уже не любовь. Это уже не занятие любовью. Это исковеркание. Даже с любимым человеком. Если у любимого человека появляются такие мысли, то эти мысли от этого человека просто нужно отбивать. Или хотя бы уже в этот момент начинает задумываться, а с кем я связал свою жизнь. И пытаться его или ее поставить на путь истины. Если вам это не удается сделать, то лучше с этим человеком просто не вести подобных отношений. Именно, как вы понимаете, сексуального характера. И далее. По этой причине человек не может спасти себя сам. Если вы хотели спасти себя добрыми делами, знаете ли вы, каким безупречным вы должны быть? Библия говорит, что вы должны быть совершенным. И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Матфея 5, 48. Имея такой высокий стандарт, никто не может спасти себя. Сам и Бог говорит. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-то, чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Иакова, часть 2, стих 10. Однако, несмотря на наш грех, Бог милостив, поэтому не желает наказывать нас, потому что Бог есть любовь. Первая Иоанна, часть 4, стих 8. И он говорит, любовью вечную я возлюбил тебя. Еремия 31, 2.3. То есть, часть 31, стих 3. Но эта же Библия говорит, что Бог любит нас, также говорит, что Бог справедлив и потому должен наказать грех. Он говорит, душа согрешающая, та умрет. И тут идет разговор, сейчас, прошу прощения, Иезейкиль, Иезейкиль, 18, часть, или 18 глава, стих 4. Душа согрешающая, та умрет. Это не означает, что вы умрете именно здесь, на земле. Есть понятие смерти двух. Это вечная смерть и смерть физическая. Смерть физическая, это когда у человека остановилось сердце, его положили в могилу, и человек умер. Смерть душевная, смерть духовная, это когда человек судим, Божьим судом, на небесах, когда ему говорят, за все твои согрешения ты отправляешься в ад. где вечные страдания, где вечные муки, где крики людей, где вопли, где... что в самом даже кошмарном сне человеку просто не может даже привидеться. там очень ужасно, куда попадать просто не стоит. Потому что там вместо благодати вы будете мучиться, страдать, гореть и вечно тлеть. Ваша душа будет вечно гореть, вечно, и вы будете испытывать вечные муки. Тогда, когда вы не сможете исправить уже абсолютно ничего, если вам дано в этой жизни всего лишь определенный срок, отведенный Господом Богом. Пусть это даже будет сто лет. И вы встаете на праведный путь. И нужно это стараться не откладывать как можно дальше, 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 дальше и дальше. То есть думать, что... Ну вот, например, там... Где-нибудь под конец жизни, там, в лет шестьдесят, например, встану я на путь истинный, там начну читать Библию, ты уже согрешил. Всё. То есть ты просто, зная информацию о том, что ты можешь встать на путь истинный, раньше, взвесив всё, ты просто решил тем самым обмануть Бога, прожив свою жизнь так, как тебе нравится, а перед смертью просто попросив прощения перед Богом и якобы подумав, что ты искупил все свои грехи, ты вряд ли попадёшь в рай. Это всё зависит от Иисуса, но это, конечно, лично сугубо моё мнение, но человек не попадёт в рай ни в коем случае. При таких обстоятельствах человек в рай не попадёт. Помните это и знайте, что если вы думаете, что вы можете прожить всю свою жизнь как угодно, а когда вы уже будете лежать уже чуть ли не при смерти где-нибудь там на кушетке или там, я не знаю, уже там с подключенными аппаратами и скажете там, «О, там, я же, там, я знал, да, там». Даже если вы будете говорить, что вы не знали, хотя если вас человек об этом предупредил, то вы прекрасно знали, и Бог сам будет знать уже заранее о том, что вы знали, что вы могли, что вы могли выбрать истинный путь, что вы могли жить по-другому, жить по праведному пути, но вы не стали этого делать, вы решили обмануть Господа Бога, жить во лжи, жить во грехах всю вашу оставшуюся жизнь, а в самом конце просто сказать, «Прости, Боже, я вот неправильно поступал, но не должен был так делать». Это ничего не исправит. Продолжаем. Наша проблема состоит в том, что мы все согрешили наказание за грех, смерть. Мы нуждаемся в прощении, чтобы нам иметь правильные взаимоотношения с Богом. Бог решил эту проблему для нас в личности Иисуса Христа. Кто точно скажет, кто такой Иисус Христос? Библия ясно говорит нам, что Он тот предвечный Богочеловек. «Вначале было Слово Иисус, и Слово Иисус было Бог, и Слово Иисус стало плотью и обитало с нами». Иоанна, часть первая, стих первый, и стих запятая четырнадцатый, то есть просто взяты два стиха, которые вот именно по этой информации, которую вы слышите, вы можете забивать спокойно в интернете, и все это вы найдете. Даже скачав Библию, даже купив Библию, в конце концов, в любом священном ларьке, купив Библию, большую священную книгу, просто иметь Библию рядом с собой недостаточно для того, чтобы Бог помогал вам истинно верить в Бога. Истинно покаяться в своих грехах перед Иисусом Христом, потому что Он умер за наши грехи, за меня, за вас, за всех, кто есть на этой земле. Он умер за всех, ради того, чтобы вы могли искупить свои грехи и попасть в Царствие Небесное и жить на небесах. Библия ясно говорит нам, что Он предвечный Бога-человек. Итак, мы с вами зачитали. Вначале было слово Иисус, и слово Иисус было Бог, и слово Иисус стало плотью и обитало с нами. Иоанна 1, 2.1, запятая 14. Иисус Христос пришел на землю, жил безгрешной жизнью и во время пребывания на земле, что Он совершил? Он умер и воскрес из мертвых, чтобы заплатить за наши грехи и купить нам место на небесах. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него, на Иисуса. Грехи всех нас. Исайя, глава 53, стих 6. Бог ненавидит наши грехи, но Он любит нас, и потому возложил все грехи наши на Сына Своего. Христос понес на Своем теле наш грех на крест. Сейчас Иисус Христос предлагает вам жизнь вечную, и небеса, как безвозмездный дар. Этот дар приобретается верой. Вера – это ключ, который открывает дверь на небеса. Многие люди по ошибке принимают за спасительную веру две вещи. Вот это самое главное, что сейчас вам под конец моей беседы с вами. Такого некого монолога, но беседу уже в комментариях, чтобы вы понимали и запомните для себя эти две вещи. Вера – это ключ, который открывает дверь на небеса. Многие люди по ошибке принимают за спасительную веру две вещи. Простое понятие разумом, то есть интеллектуальную веру, определенные исторические факты. Библия говорит нам, что и дьявол верит в существование Бога, но это не является спасительной верой. То есть, если ты подошел к человеку и спросишь, и, прошу прощения, спросишь у него, веруешь ли ты в Иисус Христа, он скажет, да, верую. А чем подтверждается твоя вера? Может быть, чтением священных книг или исповедованием перед Иисусом Христом о своих грехах? Нет, он, например, скажет, я просто верую, Бог есть. И он думает, что он попадет в рай. Ошибочное мнение. Очень ошибочное мнение. Второй факт, который нужно тоже обязательно вам запомнить и знать. временную веру, чем является обращение к Богу в каких-то критических ситуациях или при возникновении трудностей финансовых, семейных, связанных с болезнью и так далее, с восстановлением нормальных жизненных условий, временная вера исчезает. Многим знакомо. Когда люди оказываются в какой-то непредвиденной ситуации, летят в самолете, и вдруг самолет начинает резко падать, или, например, там сходится, релиз поезд, или когда на вас там мчится какая-то машина, вы сразу, Господи, помилуй меня, пожалуйста. Это временная вера. Вы спаслись, и все. И забыли. Ну, там потом в какой-то там жизненной ситуации, может быть, вы кому-то будете рассказывать там, как Бог меня спас и так далее. А вот если вас Бог спас, то вы обязаны Ему за то, что Он вас спас, вы обязаны признать Иисуса Христа своим спасителем, веровать в Него. и вы также обязаны искуплять свои грехи, каяться в своих грехах перед Иисусом Христом как можно больше, как можно чаще, и быть благодарным Господу Богу за то, что Он спас вас, а не просто кричать, Господи, помоги, как это бывает в фильмах, там, там, как-то в какой-то страшной ситуации, там, как в ужастиках во всяких кричат, Господи Иисусе, там, или там, или там, вот подобные выражения, какие еще могут быть, там, не знаю, святые апостолы, там, или кто там, святые угодники, и все. Человек испугался, он просто это крикнул, потому что, потому что чисто машинально, потому что чисто машинально человек в такой ситуации, ну, или некоторые начинают кричать, мама, спаси, мама, помоги, потому что это самое святое, что для человека есть. У меня тоже были такие ситуации в жизни, когда мне было очень плохо, когда я жил отдельно от родителей, вместе со своей девушкой, когда мне было плохо, я просил прощения перед родителями, а потом вновь повторял эти грехи, и вновь себя вел, не знамо как, и не пойми как, вел себя, не знамо как. Втаптывая все, все свои извинения. Читаем дальше. Спасительная вера это упование только на Иисуса Христа одного и на то, что Он сделал для нас, а не на то, что вы или я сделали для того, чтобы войти в небеса. Вера в Господа Иисуса Христа и спасешься ты. Деяние 16, двоеточие 31а. Вера подобна руки нищего, протянутые за царским подарком. Мы не заслуживаем дар вечной жизни, но мы можем получить его, если принимаем веру. Вы только что узнали самую замечательную новость, сообщающую о величайшем предложении, сделанном самим великой личностью, когда-либо жившей Иисусом Христом. Вопрос, который Бог задает вам сейчас. Хотели бы вы принять дар вечной жизни, так как это очень важно, давайте уточним, что это означает. Это означает прежде всего то, что вы переносите ваше упование из того, что вы делали раньше, на то, что Христос совершит для вас на кресте. Это означает, что вы принимаете воскрешение живого Христа в свою жизнь, как Спасителя. Он говорит, «Се стою у двери и стучу у двери вашей жизни. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Откровение, глава 3, стих 20. Это означает, что вы принимаете Иисуса Христа в свою жизнь, как Господа. Он приходит как Учитель и Царь. В вашем сердце есть самое сокровенное место, где находится трон, и этот трон справедливо принадлежит Ему. Он сотворил вас, Он искупил вас, и Он желает занять надлежащему самое высокое место в вашей жизни. Это означает, наконец, что вы каетесь в грехах ваших. Это означает, что вы намерены отвернуться от всего, что прежде делали, и что не угодно Ему, и будете следовать за Ним, согласно Его воле, которой Он являет вам в Слове Своем, если это то, что вы действительно желаете. Вы можете сделать шаг к Богу в молитве, там, где вы находитесь, вы сможете принять Его дар вечной жизни через Иисуса Христа прямо сейчас. Сердцем верует к праведности, а устами исповедует к спасению, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам, 10-й часть, стих 10-й, запятая 13-й. Если вы желаете получить дар жизни вечной через Иисуса Христа, призовите Его, прося Его об этом, даря прямо сейчас. И далее предлагаю вам молитву, ту, которую я предлагаю вам прочитать, если вы совсем зачитаны мной до этого. Согласны. когда я читал эту молитву, я скажу сам вам заранее, перед этим, когда я читал это несколько раз, я плакал очень сильно, в том числе, как и сейчас, на моих глазах наворачиваются слезы, и мне, возможно, будет тяжело это сделать, но это для вашего же блага, это именно для вас, для того, чтобы вы могли повторить эту молитву, если вы хотите этого. Господь Иисус Христос, я знаю, что я грешник и не заслуживаю жизни вечной, но я верю, что Ты умер и воскрес из гроба, чтобы обеспечить место на небесах для меня. Господь Иисус, войди в мою жизнь, возьми руководство над моей жизнью, прости грехи мои и спаси меня, и окаюсь в грехах моих, и сейчас я вверяюсь в Тебе для своего спасения, я принимаю дар жизни вечной. Если это молитва, искреннее желание ваше сердце, взгляните во очи, что Иисус обещает тем, которые в Него веруют. Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Иоанна, глава 6, стих 47. Добро пожаловать в семью Божию. Если вы истинно покаялись, отвернулись от грехов ваших, уверовали в жертвенную смерть Иисуса Христа и получили дар жизни вечной, то вы сейчас дитя Божие навсегда. Добро пожаловать в семью Божию, а тем, которые приняли его верующим, во его имя дал власть быть чадами Божиими. Иоанна 1, стих 12. Сегодня ваш духовный день рождения, день, который вы всегда будете помнить, который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна 1, 13. Когда вы были физически рождены, день вашего рождения был подтвержден свидетельством о рождении. Итак, сегодня для того, чтобы вы помнили, что Бог совершил в вашей жизни в этот знаменательный день, приглашаем вас подписать и хранить ниже следующее. Здесь далее у нас идет подпись, далее идет «Исповедание веры, ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Вновь повторяется Римлянам 10, стих 13. «Осознав, что я грешил, нуждаюсь в Господе Иисусе Христе, как Своем Спасителе, я отвращаюсь от своих греховных поступков, уплываю на Христа в обретении жизни вечной. Я прошу Иисуса избавить меня от власти греха и даровать мне жизнь вечную. Я и сейчас веряю Христу свою жизнь, преть, насколько Он дарует мне силу, я буду стремиться служить Ему и повиноваться Ему во всей моей жизни». Сейчас тут у меня не стоит даты. Сейчас я поставлю дату именно при вас. Видимо, возможно, я ждал этого самого момента. Только мне необходимо взять ручку. Итак, я ставлю дату сегодня седьмое. 0-3 2019 года и подпись. Что дальше? Как новорожденное дитя растет физически, так вы будете возрастать духовно, совершая следующие шаги. Читайте ежедневно одну главу из Евангелия от Иоанна. Как новорожденные младенцы возлюбить и чисто словесное Божье молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. 1 Петра 2 стих 2 Проводите каждодневное время в молитве, общаясь с Богом. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве о прощении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Филипп 4 стих 6 Посещайте регулярно богослужения в церкви, где вы будете изучать Библию и славить Иисуса Христа. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Псалом 122 стих 1 Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Иоанна 4 стих 24 Общайтесь с христианами, которые помогут вам возрастать в вере. И так охотно принявшие слово его постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Деяния 2 стих 41 и 42 Свидетельствуйте, передавая другим, что значит Иисус Христос для вас. Иисус сказал, и так всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того, Я пред Отцом Моим Небесным. Матфея Матфея 10 стих 32 33 Не забывайте регулярно посещать библейскую церковь, где прославляется Иисус Христос. Исповедуйте вашу веру во Христа вместе. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай. Евреям 10 25 Это то, что я хотел вам сегодня донести. Это одна из частей моих роликов. Следующие ролики они по этому поводу точно так же будут выходить в обязательном порядке. Все предыдущие ролики вы имеете право как смотреть, так и не смотреть. Заранее вас предупреждаю, если вы вдруг будете смотреть прохождение игр. Во-первых, ни в коем случае не совершайте того, что показано в играх, потому что подобные деяния, они наказуемы не только Богом, но и законодательством. Также не сквернословьте то сквернословие, которое у меня было. Я за это покаялся. Но это четыре с половиной лет моей работы, и вы можете, исходя из моих видеороликов, которые вы будете видеть на канале или смотреть до этого. И новые нынешние ролики, которые будут выходить после, именно уже сейчас, вы сможете смотреть за тем, как я развиваюсь, как я расту, не только физически, но и духовно, повышая свои знания, и как я начинаю по-другому рассуждать, что сделал Иисус Христос для меня. А как изменил вашу жизнь Иисус Христос. Поэтому на этом все. Всех ваших размышлений, комментариев и всего прочего. Все комментарии, вопросы возможные, вы можете обращаться под видео, можете обращаться ко мне в написании вопросов также. Даже не знаю, куда лучше. Лучше в комментариях. В комментариях я всегда отвечу, друзья, или же в группу ВКонтакте можете также обращаться. Сейчас мне большую часть информации, которая была написана мною, скорее всего, мне придется редактировать, потому что та часть информации, которая была написана прежде мной. Но она в принципе адекватна, но там просто есть, скажем так, нецензурные такие выражения, скажем так, ну, грубо говоря. Хотя вроде матных там сквернословий особых нет, но все же всячески я подумаю о редактировании некоторой информации в моих группах. И этот ролик будет опубликован по возможности везде. Это в группе ВКонтакте, на моей странице ВКонтакте, чтобы вы понимали, что это действительно опубликовал я, что это не кто-то там купил и так далее, и тому подобное. И самое главное, вы увидите этот ролик на канале. Так что благословит вас Господь, веруйте в Иисуса Христа, и тогда все ваши болезни, когда вы истинно поверите Господу Бога, Отца, Спасителя и Отца Вседержителя. Он очистит вашу душу и поможет вам в ваших заболеваниях. Даст вам сил как физических, так и духовных. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи. До новых встреч. Спасибо за просмотр. С вами был Юранка. И всем пока, друзья. Всего доброго. Увидимся с вами как можно в кратчайшие сроки. Насколько это будет возможно. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий, что, возможно, я сказал неправильно. можете выразить свое мнение, но очень прошу воздержаться нецензурной лексики, потому что теперь мы ее будем просто избегать. Избегать нецензурной лексики и выражайте свое мнение как подобает. Пожалуйста, я вас очень прошу на это и наставляю. Веруйте в Иисуса Христа. Всех благ вам, здоровья и счастья в жизни. Всем до новых встреч.